Помогать сохранить язык, национальные традиции, обычаи на территории родного края и далеко за его пределами – это миссия Чувашского национального конгресса. В Чебоксарах прошел 10-й юбилейный съезд организации. ЧНК также отметил 25-летие со дня образования. За четверть века проделана колоссальная работа по объединению Чувашей, проживающих в стране и в мире. Расстояние не мешает людям сплотиться в одну команду, которая объединяет любовь к языку и уважение к традициям. 10-й съезд ЧНК в Чебоксарах собрал около 280 делегатов и 160 приглашенных гостей. Надо почитать своих предков, тогда ты на земле будешь стоять твердо, тогда ты будешь сильным и род твой будет знаменитым. И я думаю, что Чуваши эту задачу выполняют. В республике проживают представители 128 национальностей, 8 этнических групп. Чувашский язык и его особенности вызывают интерес не только у самих Чувашей, активисты Конгресса проводят национальные праздники и фестивали, воплощают в жизнь интересные проекты, тем самым вовлекают в процесс людей разных национальностей. Такая работа проводится не только в республике. Своим опытом на юбилейном съезде делились представители Чувашских национально-культурных объединений разных регионов. У нас в Иркутске очень большое внимание уделяется губернаторам Иркутской области по сохранению чувашского языка. Сегодня у нас в двух школах преподается чувашский язык в виде факультатива. Также у нас проходят праздники Чуклимия, замечательный праздник. И в этом году мы провели первый фестиваль чувашского пива. Он очень заинтересовал и китайцев, и японцев. Здесь у нас молодежное объединение, достаточно активно работает, делится со своим опытом даже с другими регионами. Мы с городскими структурами хорошо работаем. Мы достаточно плотно общаемся с правительством Санкт-Петербурга, поэтому в этом отношении нас город поддерживает. Достопримечательным является то, что в нашей группе к нашим педагогам, к нашим деткам, которые непосредственно изучают в школах и в детских садах чувашский разговорный язык, включаются дети чеченцы, азербайджанцы, татары, мар-2, все нации, русские. Мы просим разрешения у родителей, ваших детей мы можем обучать, они с удовольствием сами приходят на занятия, потому что им очень интересно. ЧНК взаимодействует и с органами власти. Руководитель Конгресса Николай Угаслов выразил признательность главе республики за активную поддержку в укреплении межрегиональных культурных связей между субъектами страны, межнационального согласия и общественной стабильности. Республика активно поддерживает всероссийские и межрегиональные проекты, проводимые за пределами Чувашии. Молодежи особенно нужна такая поддержка, считает Татьяна Сушкова. Мы сейчас в Москве создаем разговорный клуб, где желающие поговорить, встретиться, какие-то идеи обсудить. Мы будем только на чувашском языке разговаривать. Будут к нам эксперты приходить по бизнес-тематике или по культурно-традиционным направлениям. За пределами Чувашской республики действует более ста национально-культурных объединений Чуваший. Для них стали традиционными всенародные праздники Агадой, конкурсы чувашского костюма, песни и танца. Это привлекает еще больше внимания к чувашскому языку и культуре, считает Валерий Яковлев. Конечно, мы пытаемся привлечь, чтобы чувашским языком овладели и другие люди, других национальностей. Конечно, насильно это невозможно. А чем можно привлечь? Привлечь можно уровнем нашей жизни, социальной жизни, культурного пласта, уровнем духовности, культурности, уровнем искусства. На съезде Чувашского национального конгресса избрали новый руководящий состав организации. ЧНК снова возглавил Николай Угаслов. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.